В России в женской команде только одна золотая медаль. Анжелика Сабаева на этих соревнованиях стала трехкратной чемпионкой мира. Кекусинкай дословно переводится как «Общество высшей силы». Каратай Кекусинкай – жесткий, полноконтактный вид единоборства. Анжелика Сабаева, Россия! Победу одержала Анжелика Сабаева, Россия! Ииии, внимание! Звучит гимн страны-победителя, гимн России! Победу одержала Анжелика Сабаева, Россия! Победу одержала Анжелика Сабаева, Россия! Победу одержала Анжелика Сабsaев! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы рассмотрим сразу маленькие ваши ошибки. Какие самые... Давайте еще раз. Какие основные ошибки, которые вот прям резко бросаются в глазах? Не важно, это маленькие, либо чуть побольше. То есть, когда мы работаем, вы головой начинаете идти вперед. Кто может ответить на вопрос? Если мы идем головой вперед, то что потом случается? Могут нам ударить ногой по голове или выше коленом по лицу. Как вариант? Еще вариант есть? Можно ударить не по руке, а по голове. Еще вариант есть? Можно, когда ты наклоняешься, можно просто взять и подбить ноги. Как вариант еще? Хотели на весах, хотели баланс. Да. Основа это все-таки это, да. Ну, старшие пояса, они все знают. То есть, специфика, если мы двигаемся, мы двигаемся, мы разбиваем руки, но при этом не ныряем. И еще вот есть там, ну, даже чуть старшие пояса, которые работали вот так. А вам никто в бою так не даст работать. Если вы выходите на хорошего соперника, он будет стоять очень жестко. Но иногда вы можете подбить, чтобы открыть живот, чтобы открыть рамочку, чтобы открыть человечка с разных сторон. И сейчас это задание для того, чтобы вы немножко осознали и поняли, что позиция – это важный момент. Что в позиции, когда мы двигаемся, у нас должно быть все плотно. Если вас расшатывают влево-вправо, значит, ваша позиция расшатана. Расшатаны руки, расшатаны таз, расшатаны стопы. Ну и все. И потом сложно бить. И когда мы наклоняемся, у нас легкие сжались. Вы быстрее узнаете. То есть это функциональная система. Вы можете работать минуту, а можете работать две. С той же интенсивностью. Вы бы за вами. Хотите работать больше – держите позицию. Хотите работать меньше – работать так. Меняем партнера, прям нового человечка берем из разных клубов. И Сережа, я не знаю, что вы готовите в маршрую, вы готовите в маршрую, вы готовите в маршрую. А вот, я только вижу руки и только могу спрашивать. Ты устаешь больше. Ты устаешь больше. Что еще? Быстро. Ну, и до концовки уже достаточно сил, чтобы дожать. Там даже можно до концовки не дойти. Да. Ну и что еще? Вот мы зажимаем тело. Сорваться не получится. Да. То есть мы... Не календарь получается. Да. Мы закисляемся. То есть в этой позиции вот... К позиции готовности быть постоянно нельзя. То есть вот если взять любого животного, теперь хватка добычи, напряжение, расслабление, хватит и нет добычи. То есть ваша задача быть немножко расслабленным, но когда идут удары, успевать телом реагировать, поднапрягать все это тело. То есть постарайтесь двигаться, но при этом не быть как вот омеккой, расслабленной, да, но при этом ощущать то, что вот идет атака, вы напрягаетесь. Сами работайте. Давайте сейчас третий раунд. Попробовать вот это вот немножко проработать. Чуть расслабление. И вот атака. Скоростная. Третье. Заключительный раз. В этой позиции двигается. Кто мне может сказать, что эта позиция для этого человека делает? Замедляет, потому что он стоил на протяжке. Ну я стояла на ступнях. Ну в принципе замедляет, это подходит прям точно, да. Что еще? Вот человек вот так вот двигается. Скоро чуть быстрее двигается. Да? Переутомление. Переутомление, да. А дальше? Переутомление. И дальше что? Всегда есть ход событий дальше. Его подбивают. Ну, а я сразу, да, да. Его подбивают. Его подбивают, да. При ударе будет сложнее намного защититься. Скорости не хватит, чтобы защититься. Да. Может вы меняться в центр тяжести, и человек может и наклоняться, и виллогребляться. Хорошо. Что вы думаете? Молодцы. Из этой позиции легче контратаковать. Угу. Еще. И мы следующим старших. Угу. 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 Удар ногами может быть. Да. Это основа. То есть мы же с вами бойцы. И наша задача с вами, ну, если мы хотим выиграть, атаковать. А из этой позиции мы постоянно заправляем все наши мышцы, и нам сложнее двигаться. Мы менее мобильны. То есть если мы двигаемся на более полутогнутых, вариант, мы можем много делать. А если мы вот в такой позиции, можем сложно что-то делать. Угу. Вот. И еще один момент, ну, это больше касается маленьких ребят. Вот я заметила, что когда вы очень хотите выиграть, вот тебя. Подниму. То есть вы делаете вот таким образом. То есть вы двигаетесь и такой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что вам? Расскажите, вот, как вы. Да. При прыжках можно напереться на колено. Не только. Закрывается печень, потому что он. И печень тоже закрывает. Человек может отойти и просто упасть. Ну, как вариант. Еще один? Ну, вот, как-то видеть малыш, попрыгиваете, можно обращать ноги, и вы упадете. Да. Ну, практически отвечают одни и те же. Кто хочет еще добавить на свои, да. Когда ты прыгаешь, если не дает ничего, то ты не можешь упасть. Ну, да. Получается, смотрите. Во-первых, когда человек прыгает, он что? Он раскрывается. У него нет опорной какой-то стойки. Если он успевает, например, я прыгаю. А ты держишь ног, давай. Я прыгаю. И все. У меня пробит. Потому что мышца моя была в воздухе. Она не была зафиксирована. Она была растянута. И любой, даже его удар, он как раз, пробил ее ножом. Представляете? Так что основа эта позиция. Старайтесь вот даже вы. Потому что нужно сначала, пока вы маленькие, закреплять позицию стойки. Когда вы становитесь больше, вы добавляете определенную технику. Тогда это все нарастает, нарастает, нарастает. Так что есть возможность сегодня справиться. Пожалуйста, слушайте все внимательно то, что я говорю. И запоминайте. Возможно, это вам поможет стать каким-то супер-чемпионом. Сейчас у нас будет другая работа. Кто хочет поучаствовать? Жанна. А мы ставим твою позицию. А ты берешься ключом и работаешь. А я тебе просто под этим. Мы с ним будем двигаться. Просто я. Теперь ты ко мне. И в любой момент, либо я, либо ты, уходим и успеваем дистанцию. Опять. Двигаемся. Дам, дам, дам. Оп. Молодец. Держал. То есть специфика прочувствовать. То есть мы когда держим плечом, это просто такое подводящее упражнение. Мы ощущаем уход. Уходим. И тут ощущение того, что если человек проваливается и уходит чем угодно спиной, ногами назад, а не телом, тогда безопасность наша ходится к нулю. То есть наша задача просто почувствовать. Д. Например, ты уходишь. Ил, ил, ил. Да. Внимая задача подойти. Ну лицо, лицо вперед. Всем понятно? Точно. Точно. О, да. Давайте выбираем пару следов. Это уже плюс. Некоторые просто делают так, как ходи. Это неправильно. Вы не должны тянуться. Да. То есть получается вы тянетесь, а она взяла там мамашку сделала и вот. Опа. Вот это попали. То есть вот этот момент очень важный. Сейчас будем менять сторону. То есть противоположную станет уже по другому. Да. И тут эти моменты нужно исправить. То есть еще раз. Вот. Мы двигаемся. Пока в медленной скорости. Нам не нужно скоростную скорость прям забивать, чтобы там ничего не получалось. Ни у первого, ни у второго человека. Ну спокойненько. Раз или два. И позиция. То есть. Либо она отстала от позиции, либо как будто можно даже немножко атаковать. Ну вот так, по ощущениям. Кто может. И кто хочет. Так отойдут. Понятно? Вторая сторона. Готовимся. То есть вы специально чувствуете баланс. Кто-то как играл, так играете. Я всех по свирую. Я вижу, как вы болтаете. Как кому-то интересно. Кому-то не очень. Но. Если вы хотите, чтобы сегодня кто-то что-то получил. Знания новые. То нужно сосредоточиться. И получить знания. Значит сейчас. Кто хочет на это работать. Мы здесь. Кто быстрее рукой поднимает. Все. Я реагирую очень быстро. Сейчас смотрите, что мы с вами делаем. Это было подводящее упражнение для того, чтобы мы с вами и так же продолжали двигаться. Но уже хаотично. Что значит? Он сам по себе двигается. Я сама по себе двигаюсь. Я немножко ухожу. Он немножко уходит. И наша задача приблизиться. А какое у меня первое движение было? Оп! Это автоматизм. Заметьте. Заметьте. Ты так же можешь ко мне приближаться. Мы просто двигаемся. Ну видишь, а мне все равно. Я уже просто готова к колену или еще что-то. То есть спокойно двигаемся и в любой момент. Видите? Зажатие. Никогда мы не должны нажиматься. Никогда мы не должны нажиматься. Какой бы там человек ни вставал перед нами. Какая бы ситуация ни была. Все наши движения независимы. Пытайтесь просто вот, ну, встретить хотя бы просто кулаками друг друга. Но никак не прижаться. Потому что из этого положения мы не сможем ни бить. Ни ходить. Ни дышать. Звание понятно? Пока просто. Двигаемся. И вот поймайте в момент. Испугались вы или вам все равно. Смотрите, давайте я просто покажу на нем основные наши ошибки. Значит, когда мы заходим вперед. Сначала я присяду, например. Давай. Ты в камате, а я так. То есть, когда вы идете, например, к нему, вы почему-то руки, ладони раскрываете и ударяетесь об его руки. Так можно делать? Нет. А почему? Можно тебе сломать. Конечности. Если не упорюбляешь, то да. Еще какие варианты? Ну, при сильном соприкасании можно очень сильно травмливаться. Ну, это да. А самый-то важный момент. Кто-то... Это тоже вариант. Кто там судит у нас? Нога, нога, нога. Да. Ну, пол, получается, можно защитить. Просто ты можешь пальцем ходить в пол. Ну, да-да. И думать еще. Ну, вот защищаешься и... Ну, про ладони. Ну, это все про травмы. А что еще? Помогу защитать за толчки. Да. Толчки, накладки. Это все по одно и то же. То есть, мы, если заходим, ну, к человеку, то есть, мы не можем сверху поставить ручки. То есть, мы, например, человек нам идет, иди ко мне. А я говорю, раз, руками. Но я же не сверху, не под ним, никаким образом. То есть, вот. Соприкосновение. Мы можем соприкосноветь. То есть, вот. Ну, как наша защита. Раз. И отсюда мы уже можем закручивать, забивать и так далее. Понимаете? Да. Важный момент. Все, можете идти спокойно. А, и дальше. Кто там еще хотел? Ты же? Давай. А, и там такой еще был момент, когда дошел взрослый. Когда мы двигаемся, мы двигаемся. Двигаемся, 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 двигаемся. И человек такой решил просто сверху, ну, как обезьянка прыгнуть. Ну, такое бывает, когда вот обычно новички дерутся, и они там пошли. Ну, когда вы ходите уже на бои с другими, более опытными людьми, ты кого не будет. То есть, всегда мы двигаемся от таза. У нас нет движения, как бы через что-то мы перепрыгиваем. У нас татами, оно уже гладкое, правильно? Вы не помните там, какие там камни, неровности. Там же вы ничего не перепрыгиваете? Не перепрыгиваете? Нет. Нет. Вот. Вот. Наша задача. Двигаться. Не накладывать звуки. Держать кулаки. Я знаю, что тут уже есть опытные бойцы, которые могут вот так. Не забывайте. Ребята правильно говорили, что вот это может превратиться вот это вот, а потом вот там что-то сломано или там подорвано. Ну вот, да. То есть, это, наверное, было что-то близко от этого. И... Ну ладно, не будем. Ну, в общем, специфика травм – это тоже важный момент. Вот. Сейчас мы с вами еще раз поработаем над позицией. Пока самостоятельно, без партнеров, мы подвигаемся. Ручки мы уберем за пояс и просто чуть-чуть двигаемся вперед, назад. Он каждый раз меняет позицией. То есть, немножко скользит. Не прыгает. А скользит. Хорошо? Одну минуту всего. А ехали? Опа. Подвигаемся чуть-чуть. Скажу? Так. С одной стороны. А мы смотрите, как лапку держать. То есть, за верхнюю часть, но наши локти, видите, они как бы поддерживают. Если нас будет гнить, то мы как бы защищаемся. Вот такое движение должно быть. Не как там некоторые привыкли, что вот так, в обнимочку с ней и в этом раз уснуть, да? А вот именно, чтобы движение было красивым. И вот так. Вот эта рука должна быть у тебя мобильной. Смотрите, мы стоим в позиции. Одной рукой ты меня надеваешь в ручок, как будто бьешь. Моя задача – опередить тебя. То есть, сейчас будем работать достаточно медленно. Для чего это нужно? Для того, чтобы понять и осознать, почувствовать, как у нас стоят ноги, почувствовать, как у нас стоит таз, почувствовать, как тело. То есть, сразу вы можете выровнять свой удар. Мы сейчас будем бить боковой удар. Так, чтобы он был. То есть, вот, боковой прям конкретно удобный. То есть, вот движение. И потом, каждый раз, человек ускоряется, ускоряется, ускоряется. Но! Ты болтаймой. Задача – поставить точку. Я прям сразу хочу предупредить, что когда идет движение, вот многие из вас вот так вот любят, как бы, кружочек водить и потом стирать вот всякие вот эти полочки и все остальное. Наша задача – поставить точку. Движение 1 раз и на опережение. Здесь рука, на всякий случай, защищает все вот как бы. Если нужно поднять руку, если нужно опустить. Всем понятно здание? Пока мы не шагаем, пока мы не двигаемся, мы просто стоим в позиции, просто ждем и просто выстреливаем на опережение. То есть, не даем человеку дотянуться до нас. То есть, как бы, опережаем. Пока в таком ключе мы работаем по 10 раз. 10 раз один человек отработает, 10 раз другой. И потом я скажу, стоп, и мы все заберемся. А я пока посмотрю ошибочки ваши. Спасибо. 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 , спасибо, motion… Как только это смотрится красное дарение,write… 알�opa… И Онле Пер makeup. Да. Иди вот на вот этот разделительный. И minor project. Зань…. Заaltro, awfully потом… Сusiоп… Если наступлю кому-нибудь, сразу извиняюсь, потому что не хотела. Давайте еще раз по тем ошибкам, которые, к сожалению, пока еще есть. Это сложно исправить, потому что вы годами это все репетировали, делали. И тут я прихожу и говорю, что а так это неправильно. То есть, ну, просто хотя бы примите, как есть. Попробуйте, если получится или не получится, что-то вот в себя сразу же взять на тренировку. Ну, и вот постепенно. То есть, смотрите, мы стоим в позиции, когда человек делает действие. Помнишь, ЗАНИ? Да. А некоторые спят, ну, реально прям стоят и вот смотрят, а она летит. Вау, классный удар был, а? И потом такие, ну, ладно. Таким будет. Ну, то есть, вы уже проконтролили первую секунду. То есть, представляете, бой начинается. И вы таки уйдете, а вам раз какая-нибудь там, Мэйнгери, там, Авашка, ты делал. И вы думаете, что, бой начался, что ли? То есть, вы уже, если заходите с человеком работать, поработайте немножко с ним. Ну, то есть, подумайте, что все, ружья, ручки, головы, все уже сосредоточки. Бьет удар, и вот так вот кто-то пытается задавить. У нас не с ума с вами. У нас другие единоборства, в которых нужно бить. Вот. И бить нужно здорово. То есть, вот, человек бьет, мы отойдем на сырой и высунуем. И стерочку. Движение. А кто-то пытается прям сверху бить. Я пока хочу спросить, кто знает. Сверху можно бить или нельзя бить? Да. Можно. Можно. Ну, бить-то можно, да. А в чем для нас такой вот, наверное, существенный недостаток, когда мы бьем вот так? Кто там ручку поднял? Потому что, когда мы вот так ударим, мы телом задавливаемся вниз, и нас могут легко ударить, потому что мы открыты. Да. Во-первых, открыта печень. Во-вторых, при неправильном ударе мы можем травмировать соперника, попасть ему в горло. Как вариант. Да. То есть, совать. Так. Когда ты бьешь, ну, для этой части людей, это, можно сказать, такой остановочный удар. И когда ты его бьешь, соперник, ну, вы смещаетесь, идете, более напробив, когда смещение. Да. А так, просто остановит. Но если взять так, немножко анатомически, то есть у нас такие маленькие, маленькие, угроз чуть побольше, конечно, такие мышцы, и мы, получается, раскрываем. А человеку в этот момент, ему буквально можно легкий удар сделать, и, к сожалению, вот эти маленькие мышцы так сократятся, что вы даже не сможете перетерпеть эту боль. То есть, когда вы замахиваетесь, открываете, и не бережете себя. То есть, тут нужно найти вот золотую середину, которую я говорю, что и не вниз сбить, и не через-чур вверх, а это вот с того ракурса, с которого вот прям движение. То есть, у каждого анатомически оно немножко, там, у кого-то чуть выше, у кого-то чуть ниже. Найти такое, чтобы вот не было ни наклона, ни ухода назад. То есть, движение, которое вот четко пронзает цель. Вот. Кто-то пытается работать челноком, немножко забегая вперед, но, в принципе, тоже можно. Например, человек работает, я бью, и там, ушла, уже все, вот, лиснет. Но, опять же, когда вы уходите назад, некоторые из вас расшатываются. Почему я базу хочу вам дать, чтобы вы поняли, что из этих позиций, даже просто стоя, можно как бы найти вот эти ударные техники, а потом уже добавлять челнок, а потом добавлять перемещение и так далее. То есть, на это вот как фундамент, мы заложили с вами определенный фундамент, и на этот кирпичик накладывать, накладывать, а потом там, все остальное. Сейчас наша задача попробовать сделать два удара. Человек так же нас бьет, там, там. То есть, не нужно сбить таким образом, чтобы человек как бы сбился и там дальше пробился. То есть, массу тела пока сильно не хватает. Мы просто следим за углом удара, чтобы выгодно было движение. То есть, сбили к себе, сбили. То есть, видите, я немножко помогаю своей ногой, отсталкиваюсь. Но при этом не разбалкиваю позицию. Сейчас просто попробуем, я постарше посмотрю, как у нас двойные удары получаются, и как вы дышите. Это основа, основа. И продолжим дальше. Все. Субтитры создавал DimaTorzok чтобы не было так, что кто-то раздавил младшего своего. Наша задача вот такая. Мы двигаемся, прыгаем, бегаем. Вот наш период, мы по всему это... Кстати, ноги лучше убрать сейчас. Мы можем реально заиграть так, что по ножкам пробежим. То есть, наша задача вот такая. Бегать, прыгать, можно друг к другу убегать. Ты меня догоняешь. И в любой, например, момент я могу просто взять за кимоно и попытаться тебя куда-нибудь аккуратненько поварить. Это не значит, что это со всего размаха и кручу. И аккуратненько за счет. Да? Машенька не поменялась. Мать, мне это все равно не поменялась. То есть, вот, еще раз повторяю. Вот, прыгали, прыгали, где-то пятнашки. И вы поняли. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И потом взяли друг друга, немножко повалили, как там. Машенька хотела быть там девушка. Там будет два девушки, и мы вдвоем. А они там работают, а мы так немножко раз. Кто-то работаем. Хорош. Мы как будто нет. Хорошо? Дети готовятся. Просто подать, легко войти, где-то повалить, где-то лечь, где-то придавить. Не забывайте, что наша задача, как единоборцы, уметь все делать. Наша задача чувствовать свой баланс, чувствовать свое тело. И если вы потом, не знаю, от одного толчка просто падаете, лежите, ну, значит, где-то баланс нарушен. То есть, держите позицию, защищайте себя, где-то нападайте, где-то делайте движения, где-то удаляйте, потихонечку, легко, спокойно. Всем понятно? Пожали ручки, разобрали его право. Ну что, отдохнули? Да! Пара. Рахнуйте пар. Нос. Давай. Держишь крепко. Наша задача, еще раз, с вами прорабатывать позицию. Я буду тихонечку карканчик идти, и ты карканчик. Но заметь, позиция его плечиков, и моей плечики. Какая разница? Кто может ответить? Ужас. У вас еще ровно было, где он на петлю, на петлю, на петлю. Да, на петлю. Да, ты смотришь, ты делаешь вот так вот, что такое пошел, 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 пошел. Прямо, потихонечку. И теперь, и на руку. Справилась? Или не справилась? Справилась. 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 Семь, чем? Давай. Разминаемся. То один потолкнул, то другой. Сила в руках, в кистях, чуть-чуть есть. Поехали. Не проваливайся, Саня, ты наклонился. Не наклоняйся, старайся ровненько держать спину. Не проваливайся, Дарина. Ровненько. Вот так вот вы будете ходить. Ну да, вы молодцы. Вы потолкули его на три шага, но вы сделали это неправильно. Еще раз, позиция. Мы друг другу немножко поддаемся. Сначала я иду, но с прямой, если ты тоже отталкиваешься. Вот. Ключусь, чтобы меня напорка. Потом я иду, но видишь, ты тоже помогаешь. Ну не должно быть просто так. Точно не должно. То ответьте, чем мы. Давайте еще раз закрепим. При том, что мы наклоняемся, человек, с которым мы работаем, он может просто в сторону отойти, носить колено и напоримся. Тебе любимое колено, я поняла, да? Провалить. То есть можно провалить так, что не только колено, любое движение. Да. Мы нажим с одним из вас в сторону. Да. То есть когда мы сгибаем свою спину, мы опять же подставляем свои легкие, они начинают меньше дышать. То есть неудобно с нас дышать, и мы быстрее заканчиваемся. То есть силы наши быстрее заканчиваются. Да. Когда мы наклоняемся, соперник может отойти, пока мы можем упасть. Как вариант, да. Упасть от Джанса и дальше пойти, да? Да. Теперь мы можем с Тебем же может зайти и не дать попашу. Вот, видите, вы реально все знаете. Но итог, я прошлась по тому краю, что даже до этого не дошла. Вот, стоят два баранчика и толкаются. И потом обратно. Ой, как классно получается. Давай еще. А у тебя весело. Ну, давайте, берите, ребят. Хочется просто, чтобы вы действительно, чтобы вы сразу прям увидели прямую спину и попробовали хоть чуть-чуть. А не как обычно. Пойдемте. Еще раз. Потом дальнейшее вас справляет. Сейчас, смотрите, кто-то, что-то, 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 что-то еще на кого-то, наклоняйте, я наклоняйте тебя. Вот, видите, вы наклоняйте. Если я или она вот, то мы отходим, если я или она вот куда-то в сторону отойдем, мы упадем. То есть наша система... Вот сейчас ситуация такая, что вот мы держим эту башню. Вот просто пару раз попробовать, и потом мне дам дополнительное знание. Сейчас просто выходит, чтобы просто такую башню подержать. Нигде в тазу не проваливаться, нигде в ногах. Поехали. И кто первый повалился, или в сторону, тот проиграл. Итак, по-честному, играем. Сначала держим. Держим. Да. Если я не подсну, и он не подснулся, еще раз. Потом держим. Я такая. Он выиграл. Это вот для такого единоборства, для мощного разогрева внутреннего мы делали. То есть мы просто вместо того, чтобы делать обычную разминку, делали более немножко по-другому разминку. Принцип тот же. Мы давим. Но теперь мы давим и чуть-чуть перемещаемся. Прям вот давлением, главное четко, потому что я знаю, вот кто там работает, в той части, не буду показывать пальцы, вот так. Чего вы там так пытаетесь сделать? Все четко. Мы наклонились, двигаемся, двигаемся. И потом в какой-то момент удержаться. И попробуйте сделать движение еще, добавить удар. То есть мы же бьем отсюда, потому что там можно ударчик добавить. Поехали. Да и просто попробовать нужно так, попробовать, как будто ты наносишь. Не бить, а просто для себя. Ну давайте. Да. 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 У нас еще много человек, и мы все еще раз, и мы их взяли. Получается, что у некоторых действительно получается, мы висим друг к другу, и потом собираемся. Все вот это, все подходящие упражнения, они были даны для вас, чтобы вы могли ощущать эту позицию, в которую я прошу вас всех двигаться, ходить. Вот. Кот получился. Кто-то постарался, действительно. Даже младший, я горжусь вами. Сейчас мы надеваем накладки, руководьтесь на локотники, и берем подушку. Вот это крайто тайминг. Когда ведется бой, мы знаем, что у нас есть определенный крайто тайминг. И сейчас мы будем пробовать с этого крайто тайминг человека каким-то одним действием сбить. Ты готов? Хорошо. Смотри, он сейчас будет любое действие, но ты не знаешь какой, но у тебя лапа здесь. Твоя знача не уйти назад. А ты когда бьешь, тогда бьешь. Мы просто смотрим, как ты бьешь. А сколько ударов? Один только? Один. Сколько ударов? Один. Хорошо. Давайте вместе подумаем, просто размышляем. Мне очень интересно, как вы размышляете. В чем ошибка у него? Давай, ты первый был. Он стоит напрямую к ногам. Они должны подсовываться. Чуть-чуть. И встал на пятки. Молодец. Что ты думаешь? Ты отдал, да? Он еще отдал. Класс, что это дождаться дает всего. Хорошо. Ты услышал свои ошибки? Мне пока нечего добавить. А, хочешь добавить? Стойка короткая. Для него, я думаю, что и нормально. Чуть дальше, мне кажется, ему будет немножко сложнее. Хорошо. По-другому наш товарищ. Что у него в ударе интересное? Давай еще, покажи. Я тебя немножко подстрахую. Видишь, не ушел немножко, да? Масса тела. Что у него не так? Стоп. Давай. У него так, что он как бы передние ноги пьет. Ну, он может и передние, и задние. Да. Он просто в задние ноги пьет. Что? Ну, вот я. Отрывается. Отрывается, да. Ну, что вот самый важный момент? Работает. Петров. Старшие пояса. Вы должны видеть это. Давай еще раз. Давай еще раз. Ну, давай отойдем. Пишка. Паливай. Ну, да. Пусть так. Ну, она должна выривняться. Ну, иногда. 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 Да. Нога у него согнутая. Он, получается, лучше бьет согнутой ногой. Но, в основном, это удар больше отталкивающий. У нас есть и отталкивающий, и бьющий. Он бьет отталкивающий, чтобы понятно, чтобы его оттолкнуть. По сути, все действия его верны, но он делает вот такое вот движение. Называется колесо. То есть, вместо того, чтобы сбить или сбить и немножко протолкнуть, ты отсюда бьешь. То есть, ты тратишь, во-первых, время, накручиваешь и потом бьешь. То есть, если бы этот человек, ну, готов бить? Если бы был более опытный, да, бей. Он бы немножко отошел. И ты бы провалился. Потому что вот это движение, как раз, это секунда. Секунда. И ты ушел. Сейчас. Вы будете делать свой одиночный удар. У каждого он свой. Вот там вертушку, вот просто удар рукой. Вот это боковое там удар. Но вы должны с край-котами, тут как раз полочек много, столкнуть. Но, пожалуйста, не делайте вот это движение. Например, я буду бить прямой рукой. Я чуть не буду сильно бить. То есть, специфика, что если вы бьете, пожалуйста, вот это мы убираем. Подойдите до той, примерно до того расстояния, ребята, чтобы вам было удобно. И просто чуть-чуть бейте. Все. Вот даже миллиметрик человек ушел, это уже ваш выигрыш. Потому что там черта, шаг и все. Пока одиночный удар, я просто смотрю, как вы что бьете. Молодец. Делай, делай. Не смотри на меня. Не жди одобрения, поддержки, ничего. Просто делай. С места. Без предупреждения. Ушила. Молодец. После этого когда сделаем. Раз. За. Побегстрее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 на вытяжке, на позицию, чтобы почувствовать, что вы сопрали. А пока получается, что у некоторых это сопренность просто в такой кисель, киселеобразное состояние. То есть вот соберитесь, попробуйте сделать действие, пусть оно будет не такое сильное, пусть нам человек даже не на сантиметр не двинется, но если вы бьете прямой удар, вы сделали прямой удар, вернулись, и вы готовы еще встретить этот прямой удар. Если вы бьете колено, вы не с таким размахом и вперед не накидываетесь на человека, попытайтесь прям бедро максимально, если вы понимаете, что нога была вперед, но что-то еще и на месте. Попробуйте еще раз, чуть-чуть поперя смысл, попробуйте не торопиться, пусть это будет, давайте по пять ударов и поменялись, но это прям хорошие, качественные удары, просто постарайтесь. Попробуйте еще раз, чуть-чуть поперя смысл, Девочки, работайте. 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 Если бы ты кушала компот, то раз ягодку, два, три, увлеклась в хороший компот, тебе нравится. Ну и делай красиво. Получай, как сказал Артур Крымов, получай с этого удовольствия, когда только ты эндорфин будешь получать, вот этот, когда ты будешь радоваться. А когда ты будешь приходить и печалиться, короче, ты не будешь страдать. Сделай. Хорошо сделай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В основательных в таких периодах брать определенные связочки, определенные действия. Рассмотрим первое, это начало поединка. Давайте примерно, кто хочет выйти? Два человека. А, начало. Давайте одного его. А, вот. Тут судья. Ребят, на всякий случай отойдите и лапки свои спрячьте. Чуть назад. Начало поединка. 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 То есть, каждый из вас может сбить один удар, может не сбить один удар. То есть, каждый из вас делает, как обычно, или наоборот, что-то новое, именно сегодня. И продолжает, как будто легкий бой. Легкий бой – это 10%. 10% – это вот. Но при этом не вот этот. Понятно? Вот. И... Начали. Закончили. Еще раз. Сейчас я просто посмотрю, что вы делаете, с вами все понятно. А по остальным посмотрим, чуть позже расскажу. Бей! Ничего страшного. Поскользнует, ничего страшного. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. В общем, не заставляй еще рапорт. Иди сюда. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Д responsabil ksi Это было неожиданно даже для меня, где выстреливают разные спортсмены в нашем клубе, но у тебя все это резко, очень быстро. Но за счет того, что ты просто сжался, одно и то же и все. Ну, каким-то отличился и как бы больше ничего. То есть, просто личное пожелание, чтобы ты развивал больше всего. Какая-то должна быть связочка и не одна. Два платья, да, вот уровень, да, кузико, ткань, там, нога. Лично для тебя устраивайся, пробуй. Да, морщина сильно бьет. Попробуй немножко в сторону отойти, попробуй чуть-чуть защититься, чуть больше отдать. То есть, на длинное расстояние его нужно остаться, потому что он, видишь, идет в плитче, ему удобно там. И просто соберитесь, вот там кому-то тоже уже скучно стало. Ребят, я никогда на своих тренировках, ну, никогда никого не держу. Реально, ко мне идут просто люди, и вот нет таких, которых там родителей, там, заставляют, там, либо там еще кто-то заставляют. Ко мне приходят только те, кто действительно что хочет понять. А я один раз предупрежу, просто потом не подойдет. И все. Я очень много вижу детей, вот реально маленьких детей, которые реально пришли, что-то сюда получить, и взрослых, которых прям у них глаза горят. Ну, может, кучно, но мне кажется, что это неправильно. Спасибо. Может, давайте, справляйтесь. А сейчас мы поменяли совершенно другую пару. Пожалуйста, возьмите пару, ту, которая бы никогда не стояли, которую вы там даже не знаете, которой страшно всего встать. Вот прям вот чтобы, пусть он будет даже крупнее немножко, ничего страшного. Ну, попробуйте вот проработать. Вот еще раз. Один командует, там, хаджимая. Секунд 10 какая-то атака идет, и пытайтесь ее поменять. Не делайте одну и ту же. Ну, не бывает такого, что, например, один боец, он такой пассивный, ну, просто идет. Другой там агрессивный. Так, есть разные моменты. Попробуйте, разные попробуйте. Может, не получится, ничего страшного. Но вы хотят попробуйте. Может быть, вы мечтали, там, не знаю, хороших оказываний. Ведь, если там шлем есть, то попробуйте. Если шлем нет, то, да, аккуратно повредите, чтобы там верхний удар обидеть, чтобы не повредить друг друга. Ну, что-то попробуйте. Хорошо? Давайте. Молки не расставляй, Дарин. Лепки закрой. Хаджимая. Хаджимая登録 Pokemon group. А верхняя работает? Нет. Голову работает? Нет. А чего? Нет. Санька, ты учебайсоку всё хотел делать. Помнишь? Пробуй. Стробой, а в этом и сказали. Попробуй что-то. Не горит. Попробуй. Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Подожди, подожди, может менять. Например, мы выходим с тобой на корпус. Например, давай. Кому-то, да? То есть, ты руководишь. Давай. Комитет Хаджимов. И я могу, например, сразу ходить. А в следующий раз командует. Комитет Хаджимов. Ты пошел. Ну вот, почему такое происходит? Почему? Вот сейчас конкретно ситуация, два, две работы были такие, которые прям четко один ушел, второй отступал. Ну вот, крайняя работа малышей. Они, конечно, молодцы были в этом плане, что и первый, и второй, и первый, и второй. Там все никак не могли решиться, кто жизнь их лучше. Ну, почему происходит? Подумать, да. Я думаю, всегда. Я думаю, всегда. Ну, как бы ты прав, да, но есть еще определенные. Подумать всем. Прям, да. Инициатива показывает, как настроен боец, какой поединок. Его внутренние установки. Да. Это прям сходочка, но что же еще дополняешь? Он так придет стоять, но нарушенная тактика своя. Да. То есть, смотрите, если вы хотите действительно чуть больше начинать выигрывать, то как бы приобретайте такую тактику, которая все-таки ближе к тому, чтобы выиграть. То есть, если вы выигрываете, ну, как бы идете, и пассивно просто стоите, ну, как бы один, ну, как бы два, ну и там. Это одно. Ну, если, например, можно такую тактику выбрать, то человек расслабился перед вами и раз, и вы закалывали. Там поменяли тактику. Это уже как бы обманная тактика. Ну, если ты в течение определенного времени постоянно доминирует один, и ты выступаешь как бы, ну, тут подумайте. То есть, вот если же вы приходите на соревнования, вы же все же хотите первое место взять, или не все? Все. А есть? Бывает те, кто и второе, и третье. Кому нормально второе, и третье место? Ну, вообще, первое место. У нас есть и такие. То есть, как, кому-то, ну, кому-то нормально. То есть, в принципе, хорошо, но просто всегда, если вы хотите все-таки больше первых мест, чем вторых и третьих, и никаких, то пытайтесь по-разному смотреть на это все. Сейчас мы с вами устроим такие легкие поединки по 30 секунд. Мы разберемся таким образом. Просто давайте на этой части работать, чтобы вы могли меняться друг друга. Серединка примерно будет как раз, такие подростки, да. А самые наши юные спортсмены, они будут в этой части зала работать. То есть, кому не хватает фары, просто наблюдайте, ничего страшного нет. А сейчас специфика не сделать так, чтобы вы выиграли, сделали травму человеку, а попробовать соединить первую тренировку со второй тренировкой. Что это значит? Это позиция, это хороший четкий удар, точный. И вот наша третья часть, которая вот про выигрыш, про то, чтобы про умеренность в себе, про то, чтобы не бояться, потому что вы сейчас будете парадом стоять, в главных парах. Возможно, вы еще не стояли. И просто попробовать себя. Попробовать переступить. Если вы никогда в начале боя не били там вверх, тогда попробуйте сделать. Если вы в начале удара никогда не ходили назад, попробуйте пойти назад, а потом пойти вперед. Но что-то попробуйте новое. Потом, если у вас получится, я спрошу, и вы просто поднимите руку, у кого получилось. Ну, просто по-честному. А если не получилось, ничего страшного, у вас будут еще тренировочные процессы. Готов, а потом верите. Готов, голос! Готов. Я-а-а-а. Я-а-а-а! Тапланы! Возвращайся по себе бить, зачищайся каждый раз, привыкай в движение. Включай. Прямыми встречайся. Не встречайся, ты только бегаешь и прыгаешь, как крабик. Не бегай, как крабик, встречай, когда идут на себя. То есть ты так же бегаешь, просто встречай, прямыми, прямых чаще. Встречай. Молодец. Два разика надо было, дым-дым-дым, когда ушла, раз, спину не бей. То есть если ты в это уходишь, то здесь раз-два на тебе, хорошо? Выдох. Долго. Выдох. Уходи. 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 Полностью восстановили питание и не саживайся. Уходи. Уходи. Все в одном и том же месте. На свое место, где были, собираемся, пересяжимся, хорошо, хорошо. Похожие деньги, можно снять шлифы, дышать. Маш, подальше, 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 подальше. Дай-те. Дай-те. Подальше. А-а-а. Это не я. Можно шлифы, можно шлифы распригывать. Сейчас немножко продышаться. А вот? Давайте все, чтобы потом всталки и включить, и височный не выжать. Нет, можете. А вот здесь что? Давайте, как мы с вами только обещала попросить, кто-нибудь, у кого-нибудь получилось сделать то, что он никогда не сделал, или как-то иск по-иному, чтобы придумать. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8 человек. Остальные что, дрались как обычно? До конца, до победного, пока не ляжем. А если я включался? Считай. Считай. Хорошо. А кто попал в голову? Поднимите руку. Хотя бы один раз. Но не рукой. Такой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, восемь. Вот тут прям. Вот, все. Вот это молодцы. Хорошо. Там было очень больно. Прямо по-частью. Где-то больно. Вот тут вот раз. Даже дом, в цепи, револю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. А кто вообще не почувствовал? Ничего. Вот это богатырист. Вот, мам, он делал. А ты почему-то не любил. Может, и уступить в свитно-надо. Хорошо. Кто очень устал позже миру? Прямо очень устал, что хочется просто чуть полежать. Может, так по слову не знает? Знает. Но вот все равно, да. Ну, блин, что-то дадут. Все ложатся отдыхают. Просто ложатся отдыхают. Давай, закрываем глаза. А все? Все. Нет, давайте сейчас. Все, ложимся на спину. Закрываем глаза и слушаем меня. Чтобы слышно было. Тишина, слушаем. Ложимся. Да. Таковаживайте. Давайте немножко закрываем глаза и просто представим Какой-нибудь супер турнир, на котором вы никогда не выпивали. Но вот при закрытых глазах сейчас, при таком, как раз в таком жареном, даже зажареном теле, вы сможете как раз представить его. Как вы думаете, там, бить его, соперника, или наоборот, он вас будет бить. Попробуйте сейчас полежать, немножко представляете. У вас же у всех есть какой-нибудь соперник, или соперник, который вы никогда не могли победить. Либо если победа была с такой натяжкой, либо там, не знаю, человек просто проиграл, там, дал вам лицо и не проиграл. А вы, вот, хотите, чтобы выиграли его, давайте просто вместе подумаем, как вы могли бы его выиграть. Вот, представляйте, например, мое представление, чтобы выиграть какого-то большого соперника для себя, я бы его отвергушкой прям пробовала пробивать, но это мое представление. У каждого может быть свое представление, кто-то может быть рукой, даже, печень, как про садик, человек сольется или просто покажет, что ему очень больно. Просто фантазируете, подумаете. Вообще получается вам это делается? Да. Получается, как вы, когда себя, кто-то может быть получать. Завык, власты, если вы, как бы, поставить, немножко как бы, а вот, если вы, если вы. Кто-то может быть до гибели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вообще представьте зал, есть же такие маленькие залы, в которых помещается всего там, ну, кто у спортсменов, а есть такие огромные, где там много людей, какие арены, где могут поместиться тысячи, десятки тысяч людей, которые потом говорят, вот, Россия вперед, Россия чемпион, и вы не ходите на финальный бой по своим советам, конечно, или, или просто, да, просто отрицательное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько у вас в топе эмоций, радуюсь вы или, наоборот, плачет о том, чтобы вы победили. Просто у каждого свои эмоции. Представьте тот кубок, и ту медаль, и ту грамоту, которую вам могут вручить за это. Может быть, там такой пятиярусный кубок, который даже выше вас, просто, как вы сможете поднять его или нет, или медаль там, на весь живот. И сейчас почувствуйте свое тело, как там мышцы болят, не болят, жарко, вам не жарко, холодно, вам не холодно. Вот чуть-чуть сыр, мальчики, можете немножко ими даже пожелелить. На руках, на руках, на руках. Тихонечко открывайте глаза и высаживайте. Ребята, кто смог представить за такой кубок себе? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А такой? А повыше вот? Я думаю, кто-то смог представить за такой кубок? Сначала такой смешно для вас. У меня такие стоят, они нормальные, ты понимаешь. Хочешь, не хочешь, на траву поднимаешь. Да. А у кого какие медали были? Можно по этому показать? Набезал? Офигеть. О, ребята, кто не получил, представьте. Видите, кто не получил. Прям плохо было, да? Да. Тебе тоже не получило? Семь. 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 А от всех остальных получилось? Да. И подраться, и видеть, какой-то коронный кубок. Да. А так, у нас там, дорогая, у нас тут ничего страшно, вы каждый вечер перед дном можете закрывать глаза, птики видеть, этот зал, прилизы, жарусь, и пробовать разные цвета кожи, с разных национальностей. Потому что, когда все границы откроются, у вас будет возможность говорить по-разному к даму. Так что, даже вам маленький ребенок, он также может перемещаться в разные города. Потому что я тоже из другого города, не только из Москвы. Я переехал в Москву, и поднимаю вас определенных там, своих наград. Так что, никогда не думайте, что у вас ничего не получится. У вас все получится, просто главное – делать, переверить. Сейчас, я думаю, мы сделаем лёгкую паузу. А, у нас как раз вы говорили, что вы говорили? Да. Ребят, сейчас не забудьте из зала забрать свои кубки, большие медали. У нас полчаса перерывчик, и заключительная тренировка. В 17.30 приходим, дадим к нам стим. Благодарю вас! Идите, прости, что хотела, Дарин. Накопились силы, если вы не потратили. Попадайся! 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 Ну да, кто-то успел поиграть, надеюсь, туда не успел немножко хотя бы поделить, либо полежать. Дальше будет более такой интенсивность. А вы-нибудь получили какие-то травмы, кому что-то больно? Убавались. Да. Убавались. Убавались. Ладно. Ну вот вы работаете тогда уже больше поаккуратнее, побеждали заранее, если будете в парах работы, что там валит это, валит это, куда не бить. Хорошо? Ост! Ну что, этот парус. Ост! Ост! Сами! Сами! А мы можем подталкивать друг друга в любой момент, либо ты, либо я, делать это движение. Кто может это, это движение еще и подтягивать. И опять работаем. Поталкиваем это еще и опять движение. Либо прижаться, ну кто может поднять. Всем понятно? Да. Николай что? Нет. А если все есть, то мы поднимаемся. Вот вы встаете там, ну кто-то вот так, кто-то и вот согнуетесь. Ну зачем? Ну что вы, вы скроетесь от этого человека. А ведь нет. Он просто быстрее на вас запрыгнет и все. Вот еще раз. Мы немножко подталкиваем. Немножко играем. И в любой момент один зашел, ты там можешь сопротивляться, ты можешь руки меня убирать там все как бы. А вы такие, поймались и как зайчик. Ну ладно, поднимемся. Ну вы сопротивляетесь, не давайте. Вы же не на боксах. Вы же пришли побеждать. Давайте, еще раз. Не стесняйся. Я понимаю, ты волнуешься. Не стесняйся. Я понимаю, ты волнуешься. Более решительно. Ура! О, что я вам сейчас и папа? Ура! Ура! Зачем? Ура! 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 Давай, давай, делай, делай. Давайте, сейчас мы встаем в позицию. У кого жесткое кимоно, тем чуть будет проще. Можно будет оттягивать. Напрягись чуть-чуть, что ли. То есть человек чуть оттягивает, но можно, не знаю, обкурсила. Ладно, чуть будет попроще, а то парку без кимоно останется. И пока я оттягиваю, человек делает подшаг назад. И если я тянусь за человеком за кимоно, ты что можешь мне делать? Еще. Еще. Толкнулся. Короче, все что угодно, все что придумаете. Она придумала так. Еще раз. Я дергаю, она может отбивать. Моя идея. Подожди. Ты подшаг назад не сделала. Это было чинирство легкой воды. Вот смотри, давай. Ты как будто бы отбираешь кимоно. Я такая раз и делаю какое-то движение, чтобы это было видно. Всем понятно? То есть я теперь работаю. Я работаю. Не было шага назад. Не было шага назад. Аккуратно. Всем понятно? То есть это был долг, должен быть явный подшаг. И тогда уже любовь к женщине. Всем понятно? Ребят, давайте еще раз. Каждый раз я спрашиваю, вы поняли, вы говорите да. Айток. Ничего вы не поняли. Еще раз. Вот я стою. Я оттягиваю. Ты что стоишь? За защитник? Ну я не вижу. Вот. Вот. Да. И в любой момент я ухожу и делаю что-то. А ты как стоишь? Ты пытаешься защититься. Наша задача. Самое главное просто. Ловить человека в бою нету. Но есть в бою, то есть в бою, то есть в бою. Например, многие удары, которые мы бьем, и человек может там постоянно бить, а вы защищаетесь. Человек ушел, и вы должны быть готовы к тому, что он будет бить. Не важно, он в голову будет бить или в ногу, или просто там, не знаю, рукой. Просто вы должны чувствовать это. Еще раз спрашиваю. Понятно? Да. Давайте, по несколько, например, делаем в одну сторону два раза один, а в другой два раза делаем. И так меняемся. Поехали. Вот такой маленький. Пошла, не верстала. Ага. Возьмите! Да. На, на, на! На, на! 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 На. На! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас поработаем немножко в плеч. Поднимите руку, кто из вас когда-нибудь работал локтем? Прям бил настоящим человека. Не просто так погружь по лапе. На улице, в зале, везде, во сне. Хорошо. Сейчас мы с вами сделаем таким образом. Ребята, вы, кстати, ничего не видите, можете туда встать. Я думаю, больше видно. Человек стоит. Человек подходит. И ты встречаешь меня, кровь, локтем. То есть наша задача сейчас не наукрутировать и не поставить вот такой вот синяк. А просто по ощущениям почувствовать. Я иду, человек. Теперь ты идешь. Ну, конечно, это же рука свою поставила, чтобы больнее было, да? То есть ощущение, смотрите. Если рука у нас будет здесь, то никогда вы не сбьете голову. То есть вот именно уровень, смотрите, уровень груди. То есть если вы чуть-чуть к себе, то, конечно, будет в голову. Чуть-чуть низ, будет в голову. Вот. Вот. Возле этого уровня вы встречаете, бьете вот самым острым, чтобы было неприятно. Но мы сейчас друг друга не калечим. Мы просто встали в акцентр. Раз, аккуратненько, постановка, встали. Я, например, я подхожу, меня не больно и ему не больно. Мы комфортно просто чувствуем, что удар идет четко в плечо. А потом мы сделаем продление. То есть локоть и потом какая-то седем. Пробуй. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 к сопернику, пока вот этот состав к вам поворачивается, вы примерно 2 секунды, за эти 2 секунды уходите и делаете 2 секундную концовку. То есть там уже можно 10 ударов набить. То есть вот это для вас определенно выгодная ситуация. Мы работаем, и чувствуете, вот, человек пошел, и вы уже сбили какую-то композицию. Если вы понимаете, что, ну, человек-то опытный, он такой, вы хотите зайти, а он такой раз, и он говорит, оп, а что вы можете в этот момент ответить? Как думаете? Колено. Либо между ног ударить оптику. Нет, внутрь ног. Я бы думала, что на улице это было бы и хорошо, да. Да, любое движение, которое вы смогли бы сбить, но все равно, то есть вот в клинче работа основная такая, что у кого, да? Но еще раз говорю, если у вас не будет позиции прямой, и вы там будете бить, то вот руки сверху, это накладки. Мы не должны быть. Если наши руки внизу, то он нарушает, если наши сверху, то он. Если мы просто ладошки открыли, как любим работать, да, сверху, опять накладки, и так раз, 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 и вы проигрываете по нарушениям. Следите за спиной и за булочками. Движение. Раз, два, три. Мы будем делать. Но теперь человек, который стоит, он уже не стоит. Ты двигаешься. И моя задача потихонечку вместе с ним двигаться и также уходить, что-то подрабатывать. Через один бок, там, через другой бок и так далее. Всем понятно? Это уже движение, это уже как в бою. Готовимся. Это уже движение. Эта модель, это уже обидение. Огромное дело не просто. Да, это уже третий, это уже третий. Движение. Да. Да. Это уже раз聞ка. Движение. Вы ближайшие, подростки. Это уже не что-то, без подростков. Просто, подростки. Давос. Да. Что-то за появлением, что-то, без... Вот это не было, когда есть ровновещенные спортсмены, есть не ровновещенные, которые готовы, как только они сказали, идти, бежать, ну что угодно бить. Что, при каких ситуациях, кто будет делать? Давайте скажем, какие у вас варианты, а я скажу свой вариант. То есть он бежит, а ты мамаху делаешь. Отлично. Еще варианты? На встречу можно уши в легене варить и, скорее всего, ты придешь в печень. А если он умеет делать вот так, то, скорее всего, не попадешь. Можно сместиться, а если он взлетит на тебя, то он уйдет дальше. Мы сразу смещение этим делаем. Можно сместиться и тут же ударить. Либо полный, да, еще. Можно побежать немного быстрее. Встретить его в моей геле взял так, чтобы напоролся прям на удар головой. На что? Сместиться. Ну, на самом деле все варианты, они правильные, просто бывают разные пальцы. У меня были ситуации, когда мой вес всегда был 58-57, но я дралась всегда с мыши. Мне просто нравилось, когда какие-то большие, там, тетечки такие массовые, там, не знаю, под 80 кг нападать. Ну, классно. В принципе, работа у них была такой же. То есть они шли, пусть, ну, не так, как у тебя там размашется, да, ну, были всякие, ну, примерно такие. И мне нравилось их встречать. То есть вот именно первый встречный удар, он не всегда был в голову. Просто когда масса тела идет, когда они же пьют, они же пьют вот так. То есть там практически как бы движение таза, кому я задавляю, что таз у вас позови. Ведь вас легко очень поймать, наверное. То есть. Задача приостановить движение, работать на опережение. Вы можете сбить тот удар, который вам больше всего, ну, эффективен, чувствуется. Допустим, я любила мои герри. То есть вот человек на меня идет, я встречаю мои герри, и потом я успеваю что-то сделать. Человек опять идет, я ухожу в сторону, и опять что-то бью. Но я ухожу на свою дистанцию, я не позволяю давить массу, потому что тяжело. Когда, ну, такое бывает, что там даже 5 кг, но они чувствуются. То есть вот это вот ощущение, вот, когда человек идет, нужно просто его ловить. То есть он может идти и еще как-то смещаться в разные стороны. Такие тоже бывают. Но вот в этот момент ваша нога там, либо ваша рука, в зависимости от расстояния, они должны быть четкие, как стрела. Встречная. То есть если вы поворачиваете, ну, и вы поворачиваете вместе с телом. Ваши, как бы, пузнировые, вы приходите так по прямой. Вам вы уже можете маневрировать своим телом. И как вариант, как предложение. То есть таких людей ловить на что-то таком удлиненном. То есть не допускать. Потому что если будет, то... Потому что если мы уже допустили вот на уровень вот этой девочки, например, про которую мы говорим, на уровень, нам уже сложнее что-то будет. Потому что я, например, сюда, а она уже здесь. Я сюда, а я уже попалась. То есть как вариант, если мы уже допустили до этого уровня, мы можем сделать шаг и сбить. Если мы не допустили, ты идешь, а я тебе такая не хочу. Ты идешь, а я не хочу. Я допустила и такая ушла, а ты дальше пойдешь, потому что привыкла уже вот так вот идти. Просто это, как вариант, можно нарабатывать на, например, подушках. То есть... Волота, а у нас подушку. Да. Ну, второй вариант. То есть, например... Первая работа. Я иду, я как и так. Первый номер как и так. Твоя задача. Просто провалить мне то, что вот мы сейчас сделали. Уход стоит. Какова? Я иду. Ну, даже с удара. Например, второй вариант. Я иду, ты бьешь мне какую-нибудь там, наверное, ножку. Готова? Я иду. Хорошо. И опять же. Как говоря, я иду, ты можешь оттянуть. То есть, мы нарабатываем из разных состояний вот эту серию. Понимаете? И... Кем больше вы нарабатываете, тем меньше на вас входит вперед. Вот. Это про волос. А сейчас мы с вами поработаем таким образом. Тюди, сюда. Да? Войдешь? Давай, облетим. То есть, смотрите. Возьмем так же дистанцию, только чуть-чуть средняя. Средняя дистанция, как рука, чуть-чуть видно. То есть, пальчик. А. Наша ваша задача. Мы просто стоим с кожей друг на друга. Прямо глаза в глаза. Кто, например, засмеялся, но я просто радостно. Да, я радостно, что я более довольна. Сейчас тебя не остановить. Остановили? Хорошо. Точно? Ну, в общем, короче. Если я улыбаюсь, я сажу шаг назад. Твоя задача дождать. И что-то сделать. Ну, отлично. Хорошо. И опять смотрим друг на друга. Ну, вот прям, как будто я идирую. Я идирую. Ну, ты лукносишь. Я идирую. Всем понятно? Сейчас можно, так как в защите, можно спить чуть-чуть сильнее. А процентов 30. Но нельзя так, чтобы было больно. Потому что объем большой. У них как уже снеги проглазили от непривычки. Так что немножко аккуратненько. Все, поехали. Ну, давай. Давай так начнем. В северных городах я была в Кемерово, в Томске, в Новосибирске, в Межжегорске, потом в Карелии, в Межжегорске. Ну, вид, так, да, рядышком там. Петрозаводская? Петрозаводская тоже была, да. А если взять... Петрозаводская? Петрозаводская, да. Петрозаводская, да. Петрозаводская? Петрозаводская. Нет, в таком не было точно. Можно тоже? Давай. Какая у вас любимая комбинация? Комбинация была... Петрозаводская. Я обожаю бить в грудной отдел. Потому, что мне кажется, когда в него бьешь... Если человек, во-первых, меньше дышит, при вашем дыхании. То есть, например, левая бьющая, правая бьющая, и здесь комбинация либо вертушка, либо майкель, там можно разные комбинации, либо кайтед, то есть я бросаю ножки. То есть я раскачиваю, могу немножко на печку подкинуть и потом что-то делаю такое. То есть я люблю такие движения интересные. Как-то основные типы сделали, что мы взяли два раза в чипсу, потому что это все, шика, шика. А, это тоже, да. Просто я люблю все комбинации. Например, я готовилась к одному миру, и у меня была там одна комбинация, и там пять дополнительных. Но я подпользовалась одной, которой мне очень сильно не хотелось. Но пять было согласно, потому что есть, например, как вас много, есть разные люди, и к каждому ты должен подобрать определенный ключик. И чем больше ключик ты имеешь связан, тем все-таки ты становишься более таким защищенным. Я знала, что почему там выходишь такой уверенный, показываешь, что все хорошо, потому что у тебя есть определенный запас. Ты восходишься, хоть все равно не подойдет. Просто бывает так, что тренируешь с тобой на соревнованиях, а бывает так, что и уводит на соревнованиях. И уводит тебе, например, какой-нибудь твой или вообще не твой тренер. И там твой чинить, и наш парень-партнер. А он просто, ну не знаю, что тем, чем помочь, а тебе пить. И в виду он в этот момент что-то придумать, что-то сообразить. Найти вот тут тонкую нить, куда можно сбить, чтобы человек немножко стал ездить в бою. А как вы решили заниматься именно каратэ или другими учреждениями? Дело было все просто. У меня папа военный, был очень занят своими делами. И у меня было очень много НЭТ. Ну, как и сейчас у всех у вас, 9 лет. Я думаю, что все в том-то весе, да, кто-то... У каждого. То есть ребенку всегда много НЭТ. Мой брат пошел в каратэ, ему было 8 лет. А я такая... Смотрю, вверх случается брата. Я говорю, что поделать? Ну, папа в рыбе скакал. Поделать что-нибудь там, посидание, нажимание. Ну, скучно. И спросила. Долу очень просила, чтобы мне написали. Хотя бы там, не знаю, что-то поделать на заднем фоне. Ну вот. Я поделала на заднем фоне до того степени, что тренер говорит, опа. Да, ты будешь чемпион. Я говорю, это подвижный был. И все дело к тому, чтобы становиться этой чемпионкой. Но я начинала в каратэ не как у нас, в Тепуши, да. А начинала с бездонтактного. То есть у нас, да, было вот именно такое. В том городе, как я жила. Вот. Но при этом я тоже игралась в этом возрасте и с мальчиками, и с девочками. И выигрывала тех и тех, и мне просто не нравилось. Мне повесили как на доске почета, там, в такой малашке. Я тогда думала, о, круто, я так могу что-то. А соревнования там все выхидываешь? Ну, такое бывает. Вот. А потом уже застянула. То есть мне нравилось то, что, во-первых, ты выходишь, там оно, там, кто-то выходит, кто-то тебя. И кто-то, кого-то кажется, кто-то более сильный. Кто-то переживашки, кто-то не страхи свои. А тут ты проиграешь. И это так интересно, как ты проигрываешь. Когда проиграешь, ну, так, переживаешь, конечно, думаешь, а что ж так не получилось. А потом вспоминаешь, ну, блин, в один день я, там, тренировку пропустила, а второй день, там, лишний раз, там, домашку подделала. Понимаешь, ага, все получилось так, как надо. И ты проиграешь потому что, потому что пропустила. Так же, как и у вас, бывают моменты, когда много различного учебы, много дел домашних. Так что, и потом понимаешь, вот, ты пропустил тренировку, ну, поиграл. Много тренировок было. Полезно, вправе, тренировок. Ты выиграл. Ну, все. Мама. Я родилась в Польше. Так как мой отец военный, мы колесили сначала по всему миру, а потом по всей России. Вот. И моя мама, она, в принципе, находила любую работу, которую могла находить. Вот, как вот, в самом детстве, она была социальным работником. Она помогала, там, бабушкам, дедушкам, там, у нас какие-то веки, продукты и так далее. То есть, помогать людям. Да? А в своей билете, там, честно? Где это? Жилька, когда относитесь к дополнительным тренировкам спортсмена, допустим, с железом, и профессиональные тренировки за выносливость, силовую выносливость. Нужно ли включать подготовку к турниру? И вообще всю работу постоянно? Ну, опять же, есть разные выгода там, когда эту работу не знаю, например, с железом, да? А есть разные выгода, которые добудут страны. Если взять наши вот песни, которые там где-либо есть, где-либо двенадцать, у них всегда, там, какие-то железо, функционал, и так далее. Они самые, самые функциональные, или самые такие сильные и мощные. Просто можешь добавлять, в зависимости от ребенка. Потому что, как человек индивидуально, нельзя давать, там, одному, одному, другому. Вот это же... Тут такого не получается. Каждый у него котенец должен видеть человека. Он должен видеть, любить человека. И тогда у него складывается определенная программа для каждого спортсмена. Он может, когда один небольшой другу подводить, например. Ты понимаешь, что... Ну, вот есть вот тело человека. У него есть... Я уделю их на две части. То есть, это голова, разум. Это вторая часть, корпус, руки и ноги. То есть, бывает так, что, например, голова работает, корпус работает, руки работают. То есть, голова думает, что делать, как бить. То остальное. Руки работают хорошо. А ноги, они не работают. И вот я вижу, например. Ему я ставлю ноги. А другому не нужно стоять ноги. Он офигенно работает ногами, но голова он не работает. Он, когда я видел там соперника, вся его сила раньше не потерялась. То есть, у каждого человека есть какая-то вот такая штука, от которой нужно работать. Просто мы можем самостоятельно работать над этим, а можем, знаете, там, придет время, вот такой раз. Ну, все. Надо работать. Давай. А ты такой, а не хочешь. Потому что меняться всегда сложно. Ведь меняться, это же каждый раз перешагивать себя. То есть, это очень сложный процесс. И бывает, что многие... Вот знаете, такое... Обычная картинка у меня возникает, когда идет человек, копает вклад. И там буквально один метр не хватает, до этого вклада, он такой разворачивается и уходит. И то же самое с нашим телом. Ну, и каждый раз ищем себя, где-то находим, где-то опять теряем. И потом либо доходим до конца, либо бросаем. Вот. Так что, вообще, я люблю спорт разный. То есть, я считаю, что если бы не было в моей жизни разных видов спорта, там, независимо, я в волну стекалась, в хоккеем, пройдет. Ну, в разных секциях, куда можно было свое дело есть, чтобы давать. Немножко энергию разбавить. Мне все это нравилось. Но для меня всегда было каратэ, это чуть больше, чем все остальное. То есть, это все помогло мне, там, борьба в одно время была. Это все помогло сделать мое тело лучше. Когда, например, я сражалась, там, с девочкой, которая занимается только каратэ, ну, естественно, я лучше стала. Потому что мои жилы, они будут другими. Ну, и все. То есть, я считаю, что можно добавлять, но просто лучше всегда спросить у тренера, там, у наставника. А можно ли мне это делать? А нужно ли? Потому что, например, перед турниром вы это делаете нельзя. А когда турниры все зланы закончены, у тебя времени много, ну, конечно, что от каратэ можно немножко отключиться. И ты хочешь нажать на другую, чтобы ты делал одоку, разному одоку. И потом, когда ты заходишь в зал, ты видишь опять эти лапы, ты видишь такие люди, которые можно видеть. И у тебя такое ощущение было. Ну, ну, сейчас и там всегда. А расскажите, пожалуйста, про питание. Про питание. Ну, я бы затронула самое главное соревновательное, про питание. Потому что, вот, я действительно, когда приезжая на различные чемпионаты, я вижу, что вот мамы, любители своих детей, кладут реально, по-первых, вот там сколбанки, какие-то там сосиски. Или там дети, например, приезжают из регионов. Просто я сама тоже в регионах была. Я знаю, что там различные всякие рестораны, какой-то, где, ну, возьмем батлоны, там, курсы, да, там, KFC, там, ну и все. И они начинают есть с этим турниром. А что это значит? Что мы, вот все то, что мы работали, как бы, с таким сложным путем, мы теряем, действительно. Потому что вот то, что мы это едим, это же практически все химия. Ну, не знаю, это же не практически, а все химия. Вот. Все компоненты, они переработаны или созданы из чего-то там. То есть там разные процессы. Когда мы это съедаем, организм, как бы, все это принимает, но вместо той энергии, которую должен организм получить, он перерабатывает какую-то гадость и тратит много энергии. И никто не понимает, почему на соревнование берется, а у него там второе дыхание не срабатывает. А пока может как-то все сидит там еще. Он не вышел никаким образом. У нас есть такие тренировки, когда мы приходим в зал, например, у нас день боев, только бои. Пройдет там первый бой. Мы попьем чай. Установимся. А пройдет, например, второй бой. Я, например, очень любила всегда там сеть тут банан. То есть то, что быстро съешь, как бы, и быстро перевариваться. То есть понятно, что там, если ты скушаешь на тренировке или перед тренировками, например, какие-то там мясо, рыбы, там творог, яйца, например, семечки. Ты съешь, и, например, что-то ни одного бой не проведешь. Потому что все вот это белковое, оно остается внутри, и с этим очень сложно что-то делать. А вот такие легкие углеводики, как, например, те же сладости, это очень зяний. Он, кто и любит еще сладости, кто там, не знаю, съесть в легкую шоколадку и пойти тренироваться, это определенные силы. Но я всегда выбирала хоть что-то более полезное. То есть яблочки, там, мандаринчики, апельсинчики, что-то. Мой любимый круг всегда был апельсин. Я знала, что если вы меня натурнили, я всегда дала килограмма апельсина. И в течение всего этого дня я ела. Почему? Для меня просто такой вспрыск, такой энергией. Снял апельсин, там, бой, через, там, два, например, через шесть минут, ну, там, чуть больше. Я понимаю, что все, капец, спирт. То есть энергия. И я подбирала эти качественные продукты в каждой тренировке. То есть я прям цикл себе сделала, там, вот. И я понимала, что, например, съем зефирку, мне немножко поднютили. Но через пять боев мне уже нормально. И вот такими пробами я подходила к этому. А так, ну, по поводу всей еды, если взять, то, конечно, лучше выбирать ту еду, которая домашняя, которая и проработана, там, химически. То есть, например, есть люди, которые любят, там, котлетки всякие. Но есть домашние котлетки, которые, там, готовят, там, мама, там, или, там, жена, да. А есть котлетки, которые, понятно, из чего сделаны. То есть, там, мышка была, то ли еще чего-то. И, конечно, такие вот продукты, они любят нас. То есть это, возможно, сейчас не отражается, но на подготовке бойца она очень сильно отражается в целом. Ответи? Спасибо. Хорошо. Так, давайте, кто-нибудь сдавал, сначала. Сколько максимальных проектов в отрывах? На соревнованиях пять. Хорошо. Да. Вам же больше всего понравился бой с девушкой из Екатеринбурга? Ну, финальный, конечно, чемпионат мира. Ну, конечно, она была... На нее все сделали старт. Вот. Просто, когда это был... Ну, я для себя решила, что это мой крайний чемпионат мира. Ну, и мне просто, чисто принципиально, хотелось его выиграть. Ну, вот. И, конечно, когда там все спортсменки проигрывают, ну, до тебя там даже 55 вес, 60 вес. А я в 65 была. И мне надо быть до завтра. То есть, долога-то вообще нет. Я думаю, блин, надо же играть на стараться, надо на стараться. И я знаю, что ты спортсменка, она такая самая лучшая была, литовка. Я думаю, ну, надо собраться, как-то ходить. Ну, вот. За счет того, что собралась, и мне получили победители. Да, что вам в этом бое понравилось мне больше всего? Да. Самое интересное то, что это одна из спортсменок, которая не боялась меня. Это очень важный момент. Потому что, на самом деле, так как я уже боюсь с определенным стажем, я чувствую, когда человек боится. А когда человек там не уверен, и когда человек вот как-то, ну, как-то по-своему, у каждого свои эмоции. И когда я смотрела на этого бойца, на эту девушку, то есть, она не боялась меня. И для меня это было очень любопытно. То есть, она шла, чтобы выигрывать. И мои такие определенные мысли были по этому поводу. Ну, круто, здорово, она меня не боится. То есть, ну, у меня не было такого никогда. Ну, то есть, вот, какие-то ощущения, там, то, что, возможно, какие-то страхи или битвы, или другие спортсмены. Там не было вообще. И мне было любопытно. Наоборот, как бы, я взяла себе вот такую мысу, что, ну, значит, будет здорово. То есть, бой состоится такой, который прям, вот, как мне и хотелось всегда. То есть, самый максимальный. Но я к нему очень подходила прям с определенными, там, трудностями. Потому что были определенные трудности со здоровьем. Мне вообще не хотели допускать этот чемпионат. После чемпионата в общем-то на России. И мне нужно было очень много подумать, стоит ли я там драться или нет. И женщина-россиян, как, к слову, сказать, о том, чемпионате мира, была единственная. Только Николаевна. Ну, да. То есть, все наши, к сожалению, проиграли, девчонки, да. Но я хотя бы одну долгу, но женскую забрала. Да. Да. Да, к сожалению, это было на сборах. Я любитель играть в футбол. И так как я люблю вот играть такими, ну, у нас были раньше команды, мужские. То есть, там, ну, примерно плюс-минус, такие все у нас тяжеленькие бегали, большие, тяжеленькие. А я там, ну, средних, такая, ну, низенькая. Но в любом случае, у нас всегда наши команды выигрывают. И так получилось, что вот у меня мяч. Я бегу все. Думаю, сейчас вот до ворот поставлю, там, три метра и ударяю. В этот момент, когда я ударяю, вратает, бросается на этот мяч, берет мою ногу и берет мяч. И я никуда не могу полететь. Мне приходится скручивать, и я скручиваю свою левую ногу, и получается хрязь и компрессионный перелом. Вот это мой перелом на футболе, к сожалению. Больше не было. Больше не было. Только один. И, к сожалению, на футболе, и, к сожалению, долг не было до них. Но все равно команда нашего и была. Это было, кстати, перед вторым чемпионатом мира, за месяц до этого мира. Да, да. Ну, как вы сами последние были? Ну, вот, с Литовкой был. В Екатеринбурге, если вы спортсменка, мы с ней дрались. Понятно. А какой бы, по вашему мнению, вам выдумался лучше всех? Какой бы вы показали? Все свой мастерство? И кто это? Кто принадлежит теперь? Ну, я думаю, что как раз мое мастерство, это был чемпионат России в 2017 году. В 2015 России. Вот там мне получилось сделать то, что как бы мне никогда не получалось. Что это было? Там были различные серии, различные верхние удары. Потому что, когда ты выходишь на вот таких же бойцов, так и ты, которые прям... Ну, чемпионат России, это, не знаю, хуже всего, что может быть. Потому что, если ты выиграешь чемпионат России, ты 100% выиграешь в мире. Ну, ладно, не сто, но все равно выиграешь. А тут все хотят выиграть. Все хотят отобраться на чемпионат мира. Все хотят. И тут получается, что ты не рискуешь. То есть, ты делаешь примерно определенные техники, которые как бы, ну, более или менее... Будет лучше смотреться, но при этом ты сильно не рискуешь. И там я все-таки перешла себя и попробовала там различные всякие верхушки. Чуть побольше делать, чем обычно. И мне это понравилось то, что, ну, такой вот такой риск был. Потому что все животные, да, все эти моменты. Когда ты уже находишься лидером долгое время, тебя тренеры других участниц изучают, они понимают, что ты усердишь. И они настраивают людей. Ну, а тебе же тоже хочется выиграть. И из-за этого приходилось немножко вот дарить. Давайте те, кто еще не сдавал. Скажите, пожалуйста, принимайте ромоскоприт, витамин, ладу. Если да, то вот такие. Нет, я вообще не любитель всей дыхи мозга. Вот, честно скажу, что... Мне всегда нравилась растительная пища. Я долгое время была вегетарианкой. Вот, и вегетарию еще. На последнем, как говорится, России, когда я стала болеть очень часто. Вот, на мир в ИФК, в мае я заболела ангиной. И долго не могла остановиться. Потому что он увидел, что мясо нужно есть. И после этого можно как бы и осталось есть курицу. А так вот, я не любитель этого всего. Я считаю, что организм, он может вырабатывать вот эти сами все витамины, все микроэлементы. И то, что есть еда, которую еще можно кушать. То есть, это мое личное мнение. Потому что я знаю, что есть спортсмены, которые любят. И им кажется, что если ты это все съешь, ну, ты станешь великим. Ну, не знаю, я вот берегу апельсинку, я чувствую, опа, у меня сила. И прям чувствую, а мышцы сразу не растут. То есть, я сама глушала себе, что от этой апельсинки я больше получу, чем от другого. То есть, это лично мое мнение. Просто я знаю, что люди, чтобы подкачаться, ну да, немножко подсыпают себе. Ну, просто о смыслах. Я вот выдалась в вопрос, я никакого смысла до себя не находила. И из-за этого мне решала. Ну, я задавал. А вот матч хочется сделать. А какой у вас был самый легкий? Самый легкий, вот. Который не состоялся. Я вышла в татаны, и девчонка не вышла раз, девчонка не вышла два, девчонка не вышла три. И, в общем, чемпионат был без боя, я стала с первым местом, и все. Вот это, я считаю, что был... Это еще был чемпионат Кировской области, за которым мы просто на эстатанке сегодня выступили. Все. Нет, они были на соревнованиях, просто они не уходили. То есть, они понимали, что они будут со мной драться, и они не уходили. Вот. И первый раз мне такой был, что три боя, никто не вышел, ну, первое место. Я была счастлива. Вот так, 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 так. А какой у вас был самый короткий бой? Ну, наверное, три секунды. Сам... Короче, вроде бы, не было. То есть, я сделала кай-тен, и все. И на этом все закончилось. То есть, там было движение два шага и кай-тен. Я то есть, бросила на движение человека и поймала. Три секунды. А, по-моему, что нужно было? Ну, я занималась, если взять Киакуши, то я занималась в городе, в городе Кирове, в клубе «Дельта». Вот. А сейчас я нахожусь в клубе «Кайман» в Москве. Вашли шаги? Нет, это Дмитрий Юрьевич Катлицкого, главного тренера. И сколько он? Это такой серьезный возраст. Достаточно много, достаточно мало, но все то, что есть, они во время. Ну, по-моему, один. Три. Так, ребята, еще три. Вопросы. Да. Сколько вы пошли на первый чемпионат России? Первый чемпионат России. И на чемпионат. Мне было 18 лет, он был в «Чебоксарах». Я его, честно, проиграла. Я вызвала первый бой, а второй бой я проиграла. Мне было ровно в сценариях. И я участвовала до шести. Я всех вижу. А вы думаете, у вас там делаете? Да. Ну, сейчас делаете. Второй. В каком городе узнали? Или первый раз в этом месте? Это был город Азов. Это еще в Ростовской области. Мне было как раз передец. Я набила первое место. Там девочка договаривалась. Она говорит, что можно, я доним первое место. Ну, как бы, до этого уступка. А я говорила, нет. Она говорит, что я тебе мороженое куплю. А на тот момент у нас недостаточно семья была. У нас не было таких возможностей. Там, порог на ездить, как сейчас. Там, ты на шкала. Нет. Ну, с грустью. С грустью. К сожалению, грустью, да. Но, с другой стороны, эта медаль, она... Чем она отличалась? Тем, что она, во-первых, была первая. Во-вторых, она была такая зеркальная. Там была зеркальная. Там такой тигр был маритоном. И вот, это мне запомнилось на всю жизнь. И, на самом деле, было классно иметь эту медаль. Потому что, все-таки, тут получалась стерка. Я не дала ни за что, ни за мороженое, ни за что. Но, решила, чтобы выигрывать ее. Не порядка, что. Ну, давайте. Как вы преодолели трудности на своем плече? Как я преодолела что? Трудности. Трудности. На самом деле, трудностей действительно было много. Но, просто поймите одну вещь, что, если ты что-то любишь, действительно любишь, прям всей душой любишь, то ты, как бы, все свои трудности воспринимаешь. Да, они есть, но ты можешь их пересогнуть. У меня есть такое кольцо, я раньше часто носила на шее, кольцо Соломона. И там было написано, это пройдет, это тоже пройдет, и это тоже пройдет. То есть, я понимала, что это период. Каждому из нас дается определенный период, который мы можем пройти, а может сломаться. Я просто понимала, что, если я пройду, да, есть определенные сложности, но я знаю, что будет потом. Потому что, когда я переезжала из одного города в Москву, были определенные сложности, очень сильные сложности. Я просто приехала никуда. С одной стороны, я приехала с родницы из далеких родственников, которые приютили. Но они, когда прошла неделя, не нашла работу, они говорили, уезжай. Ну, не надо сидеть, это сложно, Москва это сложно, тебе не дано, там, еще что-то. Я такая, каждый раз слушаю, в течение целого месяца. Ну, ладно, как же не было в этом мире жить. Но мне была возможность остаться, заниматься в Москве, попробовать себя немножко в другом месте. То есть, не только с грушей работать, только работать со спальнепартёрами. Потому что у меня была в первой спальнепартёршей, то она бывала выходила, а бывала нет. То есть, у меня были там груши, шесть штук, у каждого были там свои вина. То есть, какая-то была более твердая, какая-то более мягкая. Ну, короче, в общем, они были. И, вот, мои чемпионаты России два-три, а они проходили именно на вот таких вот грушах. И из-за этого, когда ты преодолеваешь одно, ты понимаешь, что, ну, можно чуть по-другому шагнуть. Ну, просто нужно потерпеть. Не каждому дано, но если вы реально почувствуете, то потом, через какое-то время, вы поймёте, что это было дело правильно. Потому что, вот, я когда осознала, что выиграла первый чемпионат мира свой, ну, я просто по времени смотрела, ой, молодец, да. Ну, и сколько, сколько всего это было, и вот этот мир. Для меня это было намного. Видите, вот это все. Хотя было в тот момент, там, и на себе тяжело. А полностью. Ну, давай. Заключительный вопрос. Ну, стран тоже достаточно много, я люблю путешествовать. Вот. На самом деле, медалей очень много. У меня родители живут в деревне, у них там есть часть моих медалей там, потом в Кирове часть медалей, и в Москве часть медалей. Я их никогда не складывала вместе. Но, основа всегда, у меня либо первое место, либо никакого. Ну, то есть, всегда вот так. Но есть, конечно, несколько медалей там, вторых, как раз, две российские. Вот. И, как бы, нет других. Их очень много. Больше 50. Больше 50. Когда я часть одевала, а у меня прямо вот так вот, вот так, вот так. С лавоном. Я думаю, что так. Построились на этой ролике. Спасибо. Пока еще. Подожди, патор. Ага. Форвет. Да. Ура! 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 Ребята, мы сделали хорошую работу. Самое главное, я думаю, подчеркнули важную некоторую вещь, как нам нужно своих запасных дать и поздравить. Я хочу поблагодарить Анжелию. Предварительно мы договорились. Вам понравилось вообще? Вот вы тогда, может быть, в сентябре, в наши сроки, Анжелика приедете и посмотрите, что вы за это время сделали. Каждый из вас знаком был, и постарайтесь понять сезона лета поработать, чтобы были умеют результаты. Если есть результат, то интересен с вами работать. Заключительное слово Анжелика. Да, хотелось все-таки всех поблагодарить за то, что вы выдержали определенные трудности. Да, вам было немножко некоторым сложно перебаруть себя, но многие из вас, я видела, старались. Кто-то, конечно, немножко улетел своими мыслями туда-даль, но в любом случае, я думаю, что они прилетят к вам, и вы сможете измениться. Мы с вами соберемся в сентябре, и я действительно надеюсь, что большая часть, даже 90%, смогут быть немножко, чуть-чуть на одну ступеньку выше. И тогда мы сможем с вами суперновую технику рассмотреть, и я думаю, что еще больше будет возможности выиграть на турниры. Спасибо вам за работу, спасибо за дисциплину, спасибо за то, что были рядом все эти часы. Скажи, давайте ближе. Сокременовый компактный максимум. Мы комфортно так собрались. Всем спасибо, ребят. Не забывайте свои виды. Всем привет! Это Анжелика-сан. Самое главное начать. Независимо, будет лето, понедельник, вторник, среда, четверг. Независимо, какой-то будет месяц, будет сезон, лето, осень, зима. Все равно, самое главное, нужно просто встать с постели, там с кресла, что угодно. Встать и делать. Независимо. Хотите этого, не хотите. Но нужно менять свою жизнь. Нужно становиться лучше, лучше, чем был вчера. Потому что время уходит, ребята. Нельзя его пускать.